привет друзья мы пришли в ресторан bobo как сокращенно либо bourgeois bohemians это ресторан в пи санкт-петербурге его два шефа брата гребенщиков и алексей и александр по моему я точно не помню но в общем них авторская кухня интересная очень много он мелькал в ресторанной новостной повестки и поэтому мы собственно сюда и приехали в этом ресторане лучше всего если вдруг вы решите сюда приехать забронировать столик недели за 2 а то и за 3 потому что это не так просто как кажется посадок здесь всего там 40 штук да и поэтому очень очень мало места очень мало людей и поэтому очень большая очередь а мы пойдем попробуем и все вам расскажем ну что друзья мы уже сели сделали заказ чуть-чуть заказали по меню по одному блюду из каждой позиции и безусловно все десерты по названием десерт очень интересные в общем ждем наши заказы и будем вам показывать рассказывать вас первый десерт это десерт помело который состоит из ганаша юзу карамельного соуса сегментов помело сорбета юзу меренги с мускатным орехом пятёртого мускатного ореха я буду выносить вам десерты по мере нарастания вкуса отлично супер первый десерт десерт помело давайте мы попробуем сразу хочется отметить что красивые к нелечке лена набиулина это тебе как бы пример как должно выглядеть научи делать своих ребята а мы попробуем значит попробовать надо все обязательно вместе сразу понятно что это сорбет сорбет делался через покаджетик отлично меренга с мускатным орешком взяли все карамельки тоже наверно чуть побольше взять пахнет очень свеже реально прям помело и юзу очень круто это вам очень легкий очень легкий свежий десерт но единственное юзу мне они вот если сам сорбет попробовать то он с такими мандариновыми нотками как в принципе и должен быть любит они эстрагончик давайте попробуем теперь по чуть-чуть на здесь ганаш единственным мне ганаш который внизу добавляет лишней жирности то есть он такой свежий десерт он пахнет свежо он выглядит свежо он очень сочный очень классный но вот ганаш который там он создает вот эту вот неприятную пленку жировую на рецепторах и юзу здесь так как он сам по себе сорбет хорошо сбалансирован по кислоте то весь десерт как раз таки получается разбалансирован должны слюни течь у меня не текут вкусно свежо понятно одноразово однозначно давайте можно ваше десерт состоит из ганаша тигуанин маринованного яблока трав сорбета из донаса и кардамона кардамоновые меренги и чаем матча мы сделали родных который означает чай да круто спасибо по потреблению разбейте ложкой меренгу здесь сорбет там внизу яблочко что-то еще ганаш из зеленого чай тигуанин главное не уснуть потом и меренги давайте тоже возьмем чуть-чуть очень прикольная нежная меренга такая люблю такие правильно сделано все пушка это уже гораздо интереснее такой плотный вкус то есть он прям он не невесомый вообще он такой ощутимый сильный мощный но при этом не навязчивый это не не что-то такое прям дикая дикая приятно похрустывает фисташка здесь яблочко кружочками любят они эти штучки кружочками какой-то крест салатик кардамоновое мороженое очень нежное а вот без сорбета опять очень жирно яблоко оно вообще теряется то есть сорбет вообще очень нужен он это все дело компонует в единый вкус а если взять без него то ты чувствуешь отдельно ганаш отдельно яблоко отдельно меренга нету какой-то кого-то единение и сорбет он здесь это и делает все объединяет но он и очень мало у меня снова ощущение жирности вот это вот очень жирная история да я второй раз не приду за ним однозначно анна павлова следующий нефер у вас здесь швейцарская меренга с гелем из лайма мяты и манго кольцо из белого шоколада ванильный крем мороженое из манго сервируется сегментами мандарина и лимонами вербиной отлично спасибо опачки вот она швейцарская меренга то милая наша очень ни разу не встречал чтобы делали павлову на швейцарской меренга если честно первую ложку ешь ощущение что опять масло хватанул но здесь есть вот сегментики и гель из манго они как бы делают свое дело то есть слюни текут вообще текут рекой и хочется еще еще хочется еще этот десерт мне нравится без фруктов это просто масло очень сладкое масло и вербену она прям ярко доминирует но это не анна павлова то есть не вообще это как бы идея это да меренга все фрукты это павлова но она не может быть такой это же балерина она должна быть воздушная легкая невесомая никакой жирности это все с этим нужно работать мороженое из белых грибов чипсовой цветной капусты отлично спасибо это интересный десерт тем что вот как раз таки цветная капуста я ни разу не встречал в десерт давайте попробуем прикольная тарелка мне нравится очень реально прям кушечная он давайте попробуем надеюсь что здесь по жирности будет все как сбалансировано стараемся много не брать явно читаются белые грибы снова жирно грубый вкус и грубые жареный фундук карамелизованы белые грибы цветная капуста бисквит карамелизованный это такой мужской десерт однозначно но опять таким я ем масло я не понимаю почему почему вот она так спасибо своевременно пришел чай как раз таки надо его попить он уже готов до заварен он заваривать я максимально быстро старался все делать пару минут для дать им постоять я понимаю что есть ограничение по времени спасибо мне в принципе понравилось белые грибы в нем это интересно необычно и сладость белым грибам очень идет я бы оставил бы только белые грибы бисквит и чипсы и все фундук здесь нужно он доминирует прям очень сильного попадая на рецепторы он говорит всему ну-ка подвиньте сейчас буду я и он до самого конца поэтому эта нежность белых грибов и нежность легкий легкий аромат вот этой цветной капусты они как бы отступают под натиском бисквита и орехов и опять очень жирно обязательно ставьте лайки ребята я страдаю здесь ради вас поедая это масло просто я чувствую что мне будет не очень весело шоколадового бисквита трюфельной карамели ванильного крема тертого ореха макадамия карамелизированного фундука подается с мороженым из белого карамелизированного шоколада по потреблению ложку груши потом ложку мороженого чтобы нивелировать вкус то есть все вот это и потом мороза спасибо так ничего давайте посмотрим прикольная подача мне нравится очень кайфово прикольное мороженое давайте мы его отдельно просто чуть попробуем ничего клево белый карамелизированный шоколад потерли орех макадамия сверху давайте знаешь нам нужна ложка вот этого всего масло масля ну трюфель в десертах очень клевая тема но с ним надо быть очень аккуратным потому что он он здесь явно доминировать если вы не любите трюфель груша вообще потерялась просто вот тут у нас крем свежая груша кусочки трюфельная карамель снова крем бисквитик вот мне хочется трюфельную карамель больше чем все остальное если честно я не хочу эту грушу я понимаю что трюфель здесь даст всем под зад это трюфельное масло ну то есть карамель сделано не на трюфеле а на масле и это плохо это своеобразная тема да то есть трюфеля у него у самого гриба и даже пасты из него очень нежный тонкий аромат который он приятный а масло это во первых побочный продукт потому что его используют только для консервации трюфеля и он очень яркий резкий надоедливые приставучий и груша которая свежесть единственная свежая здесь вообще никак не вывозит всю эту ситуацию короче это для меня это не вкусно груш хорошая оба клевая груша мне нравится мороженое тоже прикольнее если бы здесь не было бы трюфеля было бы вкуснее можно забирать до до вообще не понравился десерт трюфеля карамели очень жирно очень жирно и последний я понял спасибо кориандр не кардамон да кориандр все а я бы сейчас ждал кардамон это больше похоже на то что делаю я аккуратненько все никаких там лишних к нелечек никакой лишней крошки симпатично давайте пробовать единственное чего конечно глиссажек можно было сделать блестящим ну реально блестящим чтобы он прямо сиял а он не сияет он такой мутный а мутный он по разным причинам может быть что у нас там внутри а у нас сплошной мусс внутри ман давайте попробуем кардамон кориандр капуасу бобы бобы которые произрастают в бразилии родственницы какао бабам но другие чтобы это значило кто бы знал пахнет приятно первое ощущение очень интересная тема кориандр вообще абсолютно в кассу мне нравится я люблю шоколадные десерты и здесь очень правильный мусс правильно здесь как раз то хрустящая пролине о котором они говорили паста из фундука с миндалем вафельной крошкой это она и есть я даже не знаю когда писать своеобразное что-то типа шоколада кофе слегка подвязывает и очень и очень в кассу здесь кориандр прям вот он на своем месте это десерт неоднозначно нравится он правда тоже жирный но хотя бы ладно мы понимаем что это мускай и для любителей шоколадных десертов это обязательный мастра я бы вам все-таки рекомендовал если вы придете в буржуа богеме нас попробовать именно его и для какого-то легкого эксперимента попробовать десерт с белыми грибами все остальные можно миновать они не интересные жирные и скучные в общем чисто просто для галочки потому что должны быть вот очень вкусный чай очень классные официанты очень все хорошо знают клево рассказывают мне понравилось сервис на уровне еда вкусная очень десерты не очень вот все спасибо большое ребята что смотрели сейчас мы дождемся нашего счета покажем вам насколько же у нас получилось здесь поесть не забывайте что надо обязательно подписаться поставить лайк колокольчик share репост все дела и до скорых встреч